Всем привет! С вами вновь мы, Александр Кузьменко и Антон Логанов. И мы продолжаем рассказать о лучших играх Е3. Игровому подразделению корпорации Sony в этом году исполняется 20 лет. За эти годы студии Sony разработали и выпустили три поколения домашних игровых систем, столько же портативных и множество видеоигр для них. Сейчас компания активно готовится к запуску PlayStation 4. Sony собирается выпустить около 20 эксклюзивов для новой консоли в течение первого года ее жизненного цикла. На Е3 в этом году они привезли шикарные гонки Drive Club, мощный шутер Killzone Shadow Fall, безумно красивый и зрелищный Infamous Second Son и потрясающую историю про безумца Mad Max. Кроме того, на презентации компания показала интригующий ролик игры The Order 1886. Это стимпанковский хоррор, действие которого происходит в Великобритании в конце альтернативного 19 века. К сожалению, пока про игру больше ничего не известно. Вообще, конечно, Sony выиграла эту Е3, она бомбила по всем направлениям, включая Current Gen, консоли текущего поколения. Сразу после Е3 вышла Last of Us, которая до Е3 собрала более 50 десяток по всему миру. И официально сочетается сейчас самой высоко оцененной игрой. И даже мы на играх Mail.ru тоже ей поставили десятку, просто даже не оглядывает. А в конце года выходит еще Beyond и Gran Turismo 6. Тоже стопроцентные хиты. Естественно, PlayStation 4 не обходится без гонок. И на старте у них будет новый Gran Turismo, который называется Drive Club. Drive Club — это зрелищные гонки от создателей MotorStorm. Машины в игре можно буквально почувствовать своими виртуальными руками. Потрогать мотор, открыть дверь, пристегнуть ремень и чуть ли не попинать колесо. Drive Club — это пока что единственная эксклюзивная гонка для PlayStation 4, которую показали. Она выходит одновременно со стартом консоли. Более того, для подписчиков PS Plus там будет специальная бесплатная версия Drive Club. И это очень круто, потому что игра полностью заточена под мультиплеер, как сейчас модно. Игру обещают прочно интегрировать в онлайн. Будут и автоклубы, и гонки с друзьями, и новые испытания на каждом повороте. То есть примерно все то, что мы уже видели. Project Gotham Racing, Test Drive Unlimited 2 и Forza Horizon. Плюс потрясающая детализация машин. На выставке показывали мультиплеерный уровень, в котором можно соревноваться с результатами тех, кто проехал по этой трассе раньше. То есть они сделали ту же самую фичу, что и Forza Motorsport 5, когда игра записывает результаты людей, которые играют в нее по всему миру и загружают их к вам на консоль. Но в остальном Drive Club для меня таки остался очень странной игрой, потому что я не очень понял, в чем его прелесть, кроме мультиплеера. Там очень детальные машины, очень крутой вид из салона. Но при этом, вот когда ты смотришь на картинку игры, которая еще идет не в 1080p, а в 720p, то есть не полном HD, на X-Gen это особого нет. Тот же Gran Turismo 6, он выглядит на общих планах гораздо интереснее, гораздо лучше. Но поскольку игру разрабатывают авторы MotorStorm, очень хорошие аркадные гонки для PS3, то Drive Club это тоже ни в коем случае не симулятор, это довольно аркадная гонка, она чем-то напоминает PGR для Xbox, чем-то как от MotorStorm. Там нету, например, открытого мира, абсолютно обособленные трассы от точки до точки или кольцевые локации из реального мира. Например, локация, которая в E3 демоверсии, она расположена в Шотландии. Там вот эти горы высокие, прекрасные узкие асфальтовые дорожки, трава зеленая, вот все как я люблю. Поэтому, учитывая все крутые возможности мультиплеера Drive Club, это хороший выбор для того, чтобы стать стартовой игрой для PS4. К ней наверняка будут выходить множество DLC с машинами, трассами. Но есть подозрение, что через год-полтора Drive Club, к сожалению, забудут, как происходит, в общем, со многими играми из стартового комплекта. Drive Club — это определенная игра, сделанная в противовес аркадной форме. Эти игры настолько похожи, у них даже есть асинхронный мультиплеер. Если ты смотришь список фишек игр, ты понимаешь, что это на просто идентичных проектах. Sony в очередной раз вдруг увидел в Forze почему-то опасность, я сказал, так, там срочно сделают что-то свое, что-то такое более аркадное. Но опять же, это стартовая гонка, когда ты купил консоль, и у тебя есть во что погонять. Тем более для подписчиков по PlayStation Plus она бесплатная. Это очень круто. Качай и гоняй. А еще мне нравится она тем, что там очень солнечные трассы, которые проходят по пересеченной местности, а не в городе. После того, как нам много лет подряд делали гонки по ночному городу, типа стритрейсинг, как-то так все устали, что вот сейчас рвутся на воздух и на природу. Да, вот Forze наоборот в город рвется, а здесь как-то обратно поживее. Но лично я все-таки устал от специально сделанных под запуск гоночек. Люди, которые сделали эту игру и Валючин Студиус, они до этого делали Мотор Шторм. И Мотор Шторм был намного оригинальней и намного интереснее лично для меня. Лучше бы они сделали еще один Мотор Шторм абсолютно оффроуд гонку. Надо же людям куда-то вырваться из старых жанров, так что посмотрим. Традиционно нашлось место в линейке PlayStation 4 и шутеру. Это Killzone. Как обычно, куда же вообще без Killzone, а каждое новое поколение PlayStation. События шутера Killzone Shadow Fall происходят через 30 лет после событий Killzone 3. Действия игры переместились холодной и мрачной планеты Hellgun в цветастый хай-тек город из стекла и металла. Город разделен на две части огромной стеной, подобно Берлину времен Холодной войны. Killzone Shadow Fall — это продолжение известного сериала для PlayStation. Действие его происходит через 30 лет после окончания войны между хелгастами и виктанцами. По сюжету теперь обе враждующие расы, которые раньше жили на разных планетах, живут на одной планете, на Векте. Их разделяет стена, и оба народа они находятся в состоянии такой холодной войны друг с другом. То есть постоянно какое-то давление, постоянно какие-то инциденты, но пока все это не вливается в войну полномасштабно. Вы играете за так называемого шэду маршала, такого тайного шерифа, и служите в подразделении, которое выполняет самые опасные, самые сложные задания. Из того, что разработчики показали на выставке, мне больше всего понравились новые открытые уровни. То есть теперь уровень Killzone — это такая своеобразная арена, на которой у вас есть несколько целей, которые вам нужно выполнить, или которые вы можете выполнить, чтобы получить какую-то выгоду для себя в дальнейшем. Вы сами выбираете, в каком порядке эти задания выполнять. Кроме того, у вас теперь появился помощник, такой летающий робот, который может, например, атаковать противников, отвлекать их на себя, чтобы вы зашли с тыла. Или может поставить перед вами силовый щит, который не пропускает вражеские пули, пропускает ваши. Может взламывать различные консоли, чтобы, например, отключать сигнализацию. То есть тут тоже видна забота о некоторой нелинейности. К сожалению, нам почти не показали никакого настоящего экшена, поэтому я не могу сделать никаких выводов о том, насколько интересна в игре стрельба, насколько интересны в ней настоящие масштабные сражения. Но в целом Killzone Shadow Fall мне скорее понравилась. Это довольно симпатичная игра с новым свободным геймплеем, и мне кажется, может получиться ухо. Новый Killzone — история об утраченной родине, о поисках нового дома и о том, как далеко могут зайти люди ради того, чтобы выжить. Что мне лично понравилось, этот Killzone отличается от всех предыдущих. Тут у тебя есть дрон, который может тебе помогать убивать чуваков, может тебя лечить, защищать. А может выступать универсальной веревкой. Просто в любое место выбрали, пульнули, он висит в воздухе, а вы по веревочке катитесь, куда вам хочется. Здесь какой-то псевдо-опом-волт, сайд-квисты. Все это очень похоже на то, чем был до этого Killzone. Пока что нам показали два уровня из Killzone на первой презентации здесь, и они были абсолютно разными. Там были в городе разборки, здесь в лесу в каком-то бегаешь. Пока что мне очень нравится, и главное визуально она действительно тянет название игры на пути к Next Gen. Она действительно очень красивая. Честно говоря, для меня Killzone все-таки до сих пор остается темной лошадкой, потому что это был хоть хороший шутер, но это никогда не был сверхшутер. Для стартового проекта сгодится. Ну и, наверное, к сожалению, пока что главная игра по настоящему 4 это Infamous Second Son. Ну почему к сожалению? Вот лично на мой взгляд Infamous был и остается до сих пор лучшей, наверное, игрой про супергероя, которую как можно себе представить. События Infamous Second Son развернутся в Сиэтле через 7 лет после завершения предыдущей части серии. На этот раз главным героем станет художник по имени Дэлсин Роуф, который случайно обрел сверхспособности. Дэлсином тут же заинтересовался департамент единой защиты, чья задача — уничтожение мутантов и биотеррористов. Как и раньше, от решений, которые примет игрок, будет зависеть набор его способностей и развитие сюжета. Игра также получит графический движок с совершенно новой системой визуальных эффектов. Infamous — это одна из немногих игр на этой высшеке, которая действительно находится на пути к Next Gen. Она просто самая красивая. Причем за счет эффектов в основном. Модельки, окружение, они, в принципе, хорошие. Хорошие, но вот ничего такого. Но когда дело доходит до эффектов, новый супергерой, который больше не электрический, а огненно-пепельный, который вырывается из самых разных конструкций, разносит заборы, здания. Реально фаерболт управляемый. Ты можешь мало того, что сбивать огнем всех, поливать сверху напаллом, подпрыгивать, бомбить как бомбы сверху, ты можешь превращаться в пепел и через какую-нибудь вентиляционную решетку за 3 секунды выскакивать из трубы. Потом высокого здания. Это просто совершенно подсвечаетесь ощущение. Если в первых Infamous со временем так ставят супергерои, подумают, о, круто, теперь я могу по проводам ездить, как на лыжах. То теперь тебя заново показывают абсолютно нового героя. Тебе нужно его изучить, понять, как он передвигается, в чем его фишка. Это, по-моему, самое интересное во всех супергероях это то, как они зарождаются, как они открывают все способности и вот они заново нам предлагают это ощутить. Я очень заинтригован. Третий раз они делают то же самое, и вот третий раз мне снова хочется посмотреть, как же оно вот все будет работать. По сюжету прошло 7 лет после первой части. Все города оккупированы войсками. Кругом ищут биотеррористов зараженных. Действия происходят в настоящем Сиэтле, в городе, в котором всегда идет дождь. Что огненному человеку, в общем-то, не очень-то еще и хорошо. Поэтому мне очень интересно посмотреть такое немножко постапокалипсисо, супергероями и чертовыми солдатами и работающими на корпорации. Ну, в общем, как обычно, все мы любим. Безумно ждем. На самом деле, я скажу, к сожалению, потому что, ну, Second Son, очень клевая игра, но все равно это не игра, которую бы я купил PlayStation. PlayStation, она просто клевая. А мне хочется какой-то офигительной игры. И вот ни одного такого проекта у Sony тоже не было, как не было и у Microsoft. У Microsoft вообще не было почти что эксклюзивов, только непонятный Quantum Break по большому счету. Все остальное, скорее, уже в мультиплатформу уходит. Здесь хоть что-то, но все равно недостаточно, я считаю. Слушай, как обычно, подожди год, а то и два, и ты получишь отличных эксклюзивов на обоих консолях. Хотя Sony сосредоточила основное внимание на играх для новой консоли, компания пообещала, что не забудет и владельцев PlayStation 3. На E3 мы получили блестящее подтверждение этим словам. Как минимум, мы увидим еще два стопроцентных хита для PS3. Это Beyond Two Souls и Gran Turismo 6. Судя по количеству блокбастеров, которые выходят последний год на этой консоли, похоже, что PlayStation 3 переживает сейчас чуть ли не второе рождение. На E3 также побывал Дэвид Кейдж и Quantic Dream. Они привезли как новую технологическую демку, они любят так делать. У Дэвида Кейджа есть такая фишка, он уже очень многие годы говорит, что я показываю все свои новые технологии, для того, чтобы показать, как же драма в играх выглядит. Меня интересуют эти геймплеи, эти ваши Call of Duty, Battlefield и вся их борьба. В этот раз они, кстати, себе изменили и стали откровенно юморить. И это один из самых оригинальных, ярких роликов от E3. Обязательно посмотрите. Впрочем, технологическая демка, она на то и технологическая демка. Пока еще до такого качества продукта нам далеко. Надеюсь, мы скоро увидим такие игры. Но пока, в день сегодняшнего, у Дэвида Кейджа есть игра Beyond, которая в России называется «За гранди, две души». И Beyond, я могу сказать, несмотря на то, что сейчас очень модно ругать, как и Дэвида Кейджа, он по-прежнему, как и Кэви Рейн, как и предыдущие игры, который производит впечатление. Он способен действительно задеть что-то такое в глубине тебя. Дай мне в баку, потому что в следующий раз я убью всех. Beyond Two Souls, которая в русской локализации будет называться попросту «За гранью две души» — новый проект студии «Quantic Dream», известный великолепными играми «Фаренгейт» и «Хэви Рейд». На этот раз разработчики обращаются к теме потусторонних миров и близости человеческих душ. Главная героиня Beyond — девушка, которая может общаться с призраками. За время прохождения игрок проживет целых 15 лет из ее жизни и, возможно, получит ответ на вопрос, есть ли жизнь после смерти. Мы заочно любим Beyond, несмотря на то, что они пошли на некоторые упрощения относительно того, что было в «Хэви Рейн», они подчеркивают, что это другая игра. Но мне кажется, они кое-что потеряли относительно «Хэви Рейна» в ощущениях. И вот этот новый эпизод экшеновый, который показывали на Е3, который происходит в совершенно неожиданном месте, в Сомали, во время гражданской войны, и выглядит, честно говоря, как такой кусочек из «Анчартер» или «Call of Duty», а не как новая игра Дэвида Кейджа. Тем не менее, он лично мне показал, что многие сцены в игре все-таки будут на один раз. В них нельзя будет играть заново с новыми ощущениями, как это было в «Хэви Рейн». Здесь уже нет такой нелинейности капитальной. И сами они подчеркивают, что сделать совсем уж такую нелинейность, как и в «Хэви Рейн» сложно, потому что действие игры происходит на протяжении всей жизни героини. Не такое камерное приключение, а более масштабное. После презентации я спросил у Дэвида Кейджа, говорю, «Дэвид, а вот помните, с «Хэви Рейн» было самое интересное, что ты мог снова пройти игру и получить другую концовку, увидеть дву сцену. У вас будет на этот раз что-то подобное?» И он ушел, конечно, от ответа. Он сказал, что это совсем другая игра не сравнивая с «Хэви Рейном». Она будет нелинейна, но насколько нелинейна, это вы узнаете в процессе. Скорее всего, мне так кажется, это ответ о том, что у вас будет три концовки дежурные, ладно, отвалите от меня. Такую нелинейность, чтобы там одна сцена совсем по-другому разворачивалась, как было в «Хэви Рейн», конечно, не стоит ждать. Мы посмотрели презентацию, после этого я сел, взял джойстик в руки и пытался, что называется, навшивость игру проверить. Я пытался играть от противного. Как не надо играть, как не играли во время презентации, у меня ничего не получилось. Строго, линейно вселяющих конкретно в этого чувака, в другого, в сече лица не дают. Все скриптовано. Да, но, опять же, это был экшен-эпизод. Это был не какой-то мирный, поэтому я надеюсь, что все-таки там будет нелинейность. Надо помнить, что игры Дэвида Кейджа мы вообще любим не за всякие экшены, не за перестрелки и не за драки. Игры Дэвида Кейджа в первую очередь нам нравятся потому, что там интересный сюжет, интересный персонаж. И вообще там происходит все то, что мы не привыкли ждать от видеоигр, в которых мы привыкли получать эмоции в духе паф-паф. Я согласен абсолютно. И он тоже говорит, мы не пытаемся стягаться с Call of Duty. Вообще вся вот эта сцена в Сомали, она не про экшен, не будем спойлерить, о чем там. Да. Там действительно очень эмоциональный момент, очень хороший, очень крутой. Дэвид Кейдж, как обычно, делает игру про эмоции, а не про письма. За что ему огромное спасибо лично от нас. Гран-Туризма 6 в представлении не ожидается. Это просто самая ожидаемая гонка в мире. И несмотря на то, что Гран-Туризма 6 выходит уже на закате текущего поколения консолей, выглядит она местами даже лучше, чем очень многие так называемые нигденские игры. Гран-Туризма 6 продолжение культовой серии гоночных видеоигр, отметившей недавно 15-летний юбилей. Гран-Туризма 6 по-прежнему остается для меня абсолютной автогонкой, самым лучшим автосимулятором на планете. И в шестой части Polyphony Digital сделали очень точные, но важные изменения, которых мне очень не хватало в пятой части. Во-первых, они изменили физику и поведение машин в целом. За это ты всегда ощущаешь, что происходит с машиной, что происходит с колесами, по какой дороге она едет и можешь предугадать все ее дальнейшие действия. Самое главное, наверное, для меня изменение, что Polyphony Digital добавили в игру еще больше машин и трасс. Вы не поверите, но это то, что не хватает всем фанатам Гран-Туризма. Они сделали самые главные европейские автодромы, Silverstone, Brands Hedge и добавили еще больше суперкаров со всего мира. Часть из них уже были в Е3 демо-версии, например, там был потрясающий прототип лимановский Nissan Delta Wing, который поразил всех в Лимане год назад. Но есть, к сожалению, плохие новости. Все стандартные машины низкого качества, которые так раздражали в пятой части, останутся. Конечно, Polyphony Digital обещают немного поднять их детализацию, но полностью избавиться от машин из игры прошлого поколения удастся, видимо, только к версии на PlayStation 4, которая пока еще даже официально не анонсирована. Но самое заметное изменение в Гран-Туризма это звук. Потому что Гран-Туризма очень много лет ругали за то, что машины звучат в игре не как машина настоящая, как пылесосы. Игра очень сильно проигрывала именно в качестве звука всем основным конкурентам. Сейчас не произошло качественного скачка, машины по-прежнему звучат не очень реалистично, но они стали звучать намного лучше, чем в пятой части. По крайней мере, теперь не раздражают. То есть ты чувствуешь, что едешь на остальной машине, а не на электрической швейной машинке. В основном, конечно, Гран-Туризма 6, он похож скорее на такой большой, серьезный апдейт к пятой части, этакий Гран-Туризма пять с половиной. Но это именно то, что нужно было большинству фанатов, да и мне самому. Поэтому я жду Гран-Туризма 6 с нетерпением. Новая часть получит улучшенную физику и графику, упрощенный интерфейс, более двухсот новых автомобилей и, конечно же, новые трассы. Онлайн-составляющая тоже не осталось без внимания. Обещано, что игроки смогут создавать целые онлайн-чемпионаты. Мне добавить нечего, действительно, физика лучше, все навернули. Игра века, я считаю, обожаю Гран-Туризм и главное, мне кажется, что они исправили эти дурацкие тени и модели освещения, потому что Гран-Туризма 5 вроде красивая игра, но настолько недоделанная она кривая по освещению была, так же, как и длинные загрузки уровней. Все исправили, теперь идеальная гонка. И, наверное, еще один повод ждать GTA 6, потому что одна из самых, наверное, популярных гоночных игр в России. Причем для многих игроков, консоли от Sony, это гигантское число людей, которые совершенно не увлекаются играми, но очень любят машинки. И поэтому у них дома есть PlayStation и Гран-Туризма. Также Sony показывали очень много мелких инди-игр, которые выйдут на PS4, не понимая, зачем, просто, наверное, чтобы показать, что теперь мы тоже занимаемся инди-играми. Но они всегда ими занимались. Еще линую часть линейки занимают игры от Third Party от других издателей. И среди них и Ubisoft. Они делают эксклюзивный контент для PlayStation во всех своих новых играх. Помимо уже известных Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed 4 и Watch Dogs, для которых будет эксклюзивный контент, они показали два новых IP. Во-первых, это интерконтинентальная гонка, название The Crew, и некий онлайновый кооперативный эксперимент в постапокалипсисе с названием Tom Clancy The Division. Но об этом в другой части нашего репортажа с Е3 2013. Увидимся! В следующей части нашего видеоотчета с Е3 мы расскажем вам про игры для Xbox One. Оставайтесь с нами на портале Игры Mail.ru